Больше двух миллиардов рублей в год может зарабатывать компания «Инвестор», которая подписала концессионные соглашения на строительство мусороперерабатывающих комплексов и полигонов. Такое предположение озвучили на заседании экспертной подгруппы. У нас достаточно много претензий к этому, к этому нашу рабочую группу, в том числе экономические для него. Мы считаем, что мы взяли на себя очень много безлишних и несловных обязательств. Одни считают, что скандальная мусорная концессия – экологическое спасение региона. Другие уверены, в соглашении много недоработок. Полигоны и мусороперерабатывающие комплексы собрались строить недалеко от села Раздольное, но это противоречит законодательству. Неподалеку завод Чикалова эксперты предложили рассмотреть альтернативные варианты, чтобы определить целесообразность и экономическую выгоду уже подписанного концессионного договора. Одна из главных претензий – высокая прибыль частной компании и компенсации из областного бюджета, если мусора будет мало. Размер субсидий у нас рассчитывается так. Плану объем выручки, который мы ему пообещали, минус фактически, какой он получил, и увеличим это на тариф. В итоге мы получаем ту субсидию, которая должна ему вернуться для возврата инвестиций. Опять же, это должно быть обосновать, и Концидент с этим должен согласиться. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Продолжение следует...